всем привет вы на канале минскфан и сегодня у нас открытие третьей линии метрополитена сейчас я нахожусь возле станции ковальского слопада время у нас 12 10 и буквально через 20 минут должен пойти первый поезд ну чтож пошли смотреть первое что бросается в глаза при входе это лифт на первых двух линиях он находится чуть в стороне основного спуска а здесь прямо посередине несмотря на то что поезда еще не ходят уже открыт вход на станцию да и и и и и и и и и вы лучше Такой верхний этаж, о, тапцает. Вот те самые двери, горизонтальный лифт, вокруг которых был такой ажиотаж, не по центру расположены декоративные элементы, скажем так. Тема посвящена деревне Кавали, которая находилась на этом месте еще очень давно. К слову, несмотря на то, что уставы на линии четырехвагонные, станция может принимать уставы и в пять вагон. Пока это место остается пустырь. Ну, все, поехали, наверное, к следующей. На линии ходят составы модели Stadler M110-111. В принципе, это уже не новинка для минского метро. Их можно было встретить и на автозаводской линии вот уже больше полугода. Однако здесь, на Зеленолужской линии, пути уложены по безстыковой технологии, поэтому сумма должно быть заметно меньше. И сейчас, при отправлении поезда, мы это проверим. К слову, на схеме ищем мыслица, которую пока что отложили вообще в долгий ящик, неизвестно, будут ли ее вообще строить. Хотя Смоленской довольно близкой по сравнению с остальными продлениями московской автозаводской линии нет. Тут такое маленькое завоно древное, хотя с учетом того, что линия пока что короткая, может было бы, наверное, и больше. О! Продвигаемся. Да, станция ведет себя незаметно тише, чем такие же на автозаводской линии. Все-таки чувствуется, что используется технология бесшовного пути. Так, ну вот вокзальная. И тут у нас есть статировой состав. Станция вокзальная. И выход в дешевую очередь. Автозаводская и большая незавежность. А вот это хороший первый был сейчас. Клору выйти теперь не может. Ну что, по-петербуржски. Бывает, бывает. Мы можем. Бывает. Ну, думаю, что со временем будет норм. Так, вот переход. Вот, сейчас мы его еще посмотрим. Вот. Здесь, кстати, был перл. Кто не понял. Говорят, выход к вокзалу и площади независимости. Выход к площади независимости через площадь Ленина. До площади Ленина еще дофига надо дойти. Переход длинный. Вот. Метров три. Как и на Ковальской слободе, в оформлении преобладают черный и белый цвет. Это, конечно, футуристично, но немножко напрягает. Наверху у нас очень интересно расположены лампы белого и красного цвета. Напоминают дороги, которые все сходятся как бы в одну точку. К скульптуре дерева дорог. А вот, собственно, и само дерево дорог. О нем, думаю, все слышали, потому что его пиарили где только можно. Но мало ли кто не знает, поэтому и говорю об этом. Также бросается в глаза то, что эскалаторы пока что не работают. Но думаю, что это скоро исправят. И вестибюль у нас здесь, наземный. Вместе со станцией еще и хорошо переделали, отремонтировали диспетчерскую станцию дружную. Теперь здесь все практически по-другому. Лифт как и везде. И вообще, очень качественно подошли к тому вопросу к созданию безбарьерной среды на станциях. На Ковальцевой слободу состав уже второй. Вот. Интересно. Тоже сниматели есть. Хватает таких. Давайте посмотрим, как это будет отъезжать. Как можно? Тоже leak. Тоже неплохая игра. Тоже не на тоне. Тоже не на тур kicked. Тоже не шел. Тоже не всегда parasite... Тоже не включена. То, многие люди забывают две поведения. difficulty не десятки. Станцию посмотрели, ну давайте посмотрим переход к площади Ленинград Сразу у нас вот такие эскалаторы неработающие пока что Это пока что А, лоу, я могу сам его запустить, но сделать этого не будем Лип даже здесь имеется И да, нестандартно разделены потоки На московскую налево Да, левостороннее движение Там была какая-то история с этим всем Но вы уж меня простите, я не помню Вот траволаторы Все самые Их тоже пока что не запустили Траволатор, кстати, не один большой А несколько их Но, конечно, здесь эта вещь необходима Потому что такой длинный переход освоят не все Я иду уже Ну больше минуты Причем иду таким очень быстрым шагом А ведь есть Пожилые люди, например Которым тяжело Идти пешком Для них это просто спасение будет Переход Переход заканчивается И куда мы попадаем Тут какие-то технические помещения еще Проход закрыт А, это? Это эскалаторы Площадь Ленина Которые еще не доделали Позле штаттера номерной Кажется Таким громким О, страволатру пропустили Ну, в принципе, нет по целой части страволатру идти Получается заметно быстрее Здесь очень широкая платформа Рассчитанная специально на прием очень большого количества пассажиров Все-таки Тут у нас вокзал рядом И, очевидно, что, ну Крупный транспортно-пересадочный удил Очевидно, что Людей будет Потом много Но, так как сейчас у нас Открыли только 4 станции И линия не доходит до окраинных микрорайонов Думаю В первое время это будет Не очень востребовано Для открытия Сунского гостинца А вот там уже будет актуально Интересная такая вот индикация На станции На этих дверях На горизонтальном лифте При прибытии поезд Так Стоит отметить, кстати, что двери здесь немножко тормозные Я был в Питере И там станции горизонтального лифта работают Побыстрее Хотя, возможно, со временем Тут тоже Весь этот механизм ускорится Да, очень долго думаю Двери Станционные Очень долго Из-за Черного Документа Н Hindsight pin Весело, ничего мы сделать с этим не можем, но думаю эти недоработки со временем будут справлены На этой станции, как и на вокзальной, наверху есть цветные лампы, однако здесь уже непонятно, что они символизируют Вот, собственно, это самое панно со строками Богушевича Сделано это дело из металла Правда, непонятно из какого Но это явно не мрамор, это металл Эскалаторы пока закрыты, не работают Давайте с другой стороны посмотрим Складывается такое впечатление, что станции открывали в торопях И не до конца отладят работу всего этого хозяйства Что-то еще нахер тут заделывают Видно, что открыто в потухах Выход только один Вообще интересно на всех четырех станциях Только один выход Не буду выходить наверх И осматривать переход Отмечу только что вход и выход с разных сторон Довольно редко такое бывает Интересная также асимметрия На этой станции Уже вторая станция с асимметрическими элементами Здесь есть скамейка Но здесь нет На Ковальской слободе Была асимметрия Здесь есть И это, как по мне, очень интересное решение Добавляет разнообразие какого-то И с разных сторон разное панно Ну, что-то поехали дальше В сторону Эльбилейной Встреча с асимметрическими элементами Похожа с асимметрическими элементами Ну знаете, пожалуй, тут самая красивая станция из четырех. Хотя бы потому, что здесь нет черного. Здесь все более-менее светлое. Белое, красное, серенькое есть. Интересно, что это самая глубокая станция на данный момент в Минском метро. Но при этом на такой глубине ее сделали очень высокой. С этой стороны станции у нас тупик и медная скульптура. Как вы думаете, что это? Если вы не догадались, не переживайте, я тоже не сразу понял, что это солнце. Кстати, интересный факт, изначально скульптура должна была быть снегом. Необычный шум какой-то. Откуда он? Непонятно. А вот, наверное, принудительная вентиляция на станции. Это очень интересно. Не только в Минске, но и вообще я такого еще не видел. Ну, пойдемте скорее на фронтинскую. Посмотрим переход. О, неужели эскалаторы запустили? А, два допустили, а два еще доделываю. Достаточно длинный эскалатор. Думаю, что он ему минуту больше спускаться, если не помогать себе ногами. Вот у нас сразу выход здесь. И вот, в отличие от площади Ленина, тут переход на третью линию находится по центру, а тут третья линия с краю станция. И вот мы выходим на второй уровень станции. Что ж, на этом наш обзор подходит к концу. Со своей стороны отмечу, что, несмотря на то, что строили этот первый участок очень долго, в первую очередь из-за задержек финансирования и из-за первого опыта предпеременения новых технологий, а именно горизонтального лифта и бесстыкового пути, построили все-таки очень даже хорошо. И надеюсь, что дальше все это дело пойдет быстрее и лучше. Видно, конечно, что открывали в торопях, с некоторыми недоделками, и доделывают буквально сейчас при пассажирах. Но, думаю, что через пару дней об этом уже никто и не вспомнит. Также лично мне не понравилось, что на трех из четырех станций в оформлении преобладает черный. Это футуристично, но немножко напрягает. Но тоже скорее придирки. В остальном, на мой взгляд, все идеально. Ну и на этой радостной ноте я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok